8 апреля, День памяти святой мученицы Параскевы Кочневой. Дерзай, щерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром. Многие теснятся вокруг Христа, но не все веруют. А веруют те, кто прикасается к Нему, прикасаются ко Христу своей верой, поскольку увидеть Христа может только верующее сердце. Святая мученица Параскева родилась в 1890 году в семье крестьянина Степана Кочнева. Окончила сельскую школу, жила с родителями. Во время гонений на церковь прислуживала при храме в родном селе. В 1932 году власти потребовали от ревностной церковницы, защищавшей храм от закрытия, покинуть село. И Параскева вынуждена была переехать в другое место, где устроилась сторожем при храме. Спустя некоторое время ее выбрали членом церковной двадцатки. Церковная двадцатка – это аналог Приходского совета с 1918 года, в который входило 20 членов прихода. В 1937 году власти арестовали священника храма, при котором работала Параскева, и верующие стали искать другого священника. Всех, кого они находили, местные власти, отказывались регистрировать. Параскева предложила членам двадцатки написать жалобу во ВЦИК. Она сама поехала в столицу, чтобы лично передать жалобу чиновникам в ЦИКа. Параллельно отправилась на прием к заместителю местоплюстителя, митрополиту Сергию Строгородскому, с просьбой прислать им священника. Митрополит Сергий благословил священника, сидевшего в его приемной ехать и служить. Из патриархии Параскева с новым священником сразу же отправилась на вокзал, где купили билеты. Священник был родом из Бессарабии, отошедшей на тот момент к Румынии. Там жили его родители и родственники, и он хотел переехать на родину. Он подал документы в румынское консульство и ждал ответа. После назначения на новое место священник заглянул еще раз в консульство, выяснить, нет ли разрешения, и отправился на Казанский вокзал. Здесь он был арестован, а вместе с ним и Параскева. Их заключили в тюрьму и в тот же день допросили. Параскеву обвинили в контрреволюционной агитации, распространению провокационных слухов о скорой гибели советской власти и втором пришествии Христа. Будущая святая отрицала свое участие в контрреволюционной агитации и заявила, что является активной церковницей, собирала подписи под заявлением, которое было передано ею в Овцык и является членом церковной двадцатки. 14 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила Параскеву к десяти годам заключения в исправительно-трудовом лагере. Она была отправлена в железнодорожный лагерь. Во время работ Параскева-Кочнева получила тяжелые травмы. Она скончалась от ран в лагерном лазарете 8 апреля 1939 года. Святая мученица Параскева-Кочнева была канонизирована сонми новомучеников и исповедников Архиерейским собором в августе 2000 года. В 2006 году на месте лагерной больницы освящен кованый поклонный крест в память скончавшихся здесь и погребенных рядом на братском лагерном кладбище святых новомучеников, в том числе и святой Параскевы. По инициативе правнучатого племянника, святой новомученицы Параскевы, была написана большая икона святой. По благословению духовенства святую изобразили не в стилизованных римских одеждах, наподобие древних мучениц, а в полушубке и платке, в правой руке у святой крест, как символ мученического подвига, а в левой руке семь ключей, как знак ее послушания Церкви. Святая новомученица Параскева стала образом той женщины, на плечах которой и выстояла наша Святая Церковь. Святая Церковь